Арест Пола Виллана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, не связан с желанием России обменять его на россиян. Об этом, по крайней мере, говорит глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Виллана поймали с поличным. Я напомню, что американца задержали 28 декабря. В ФСБ утверждает, что он проводил, цитирую, шпионскую акцию. Сам Виллан отрицает обвинение в свой адрес. Ну а вот что об этом деле говорит сегодня Сергей Лавров. Здесь находится его брат, он тоже ознакомлен с этой ситуацией, ознакомлен и с условиями, в которых господин Виллан содержится каких-то претензий к этим условиям, по-моему, не существует. Однако в разговоре с BBC брат Пола Виллана опроверг эту информацию. Никто из членов моей семьи не полетел в Россию, сказал он. Мы не планируем никаких поездок в Россию. Ни одного члена семьи нашей не было в России с тех пор, как задержали Пола, говорит Дэвид Виллан. Вам надо спросить министра Лаврова, почему он думает, что я в России. Конец цитаты. Чуть позже представитель МИД Мария Захарова сказала BBC, что ее коллега и начальник господин Лавров ошибся. Случайно оговорка написала она в ответ на наш запрос. О других дипломатических итогах 2018 года, о которых сегодня говорил Лавров на встрече с журналистами, мы будем говорить с нашим политическим обозревателем Петром Козловым. Петь, я приветствую тебя. Он тоже, Петя, был на встрече с министром Лавровым. И предлагаю начать сейчас с той части выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова, которая касалась Курил. Япония при поддержке Советского Союза в 1956 году стала членом Организации Объединенных Наций, подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. Это просто стремление понять, почему Япония единственная страна в мире, которая не может сказать, я признаю итоги Второй мировой войны в полном объеме. Петь, ну вот ты слышал, что говорит Сергей Лавров, очень многие в последние дни обсуждали возможность передачи частично Южных островов Курильской гряды Японии в обмен на подписание мирного договора. Но судя по тому, что говорит сам Лавров, что заявлялось МИД в последние дни, вот это вот подписание может не состояться, поскольку у России, судя по всему, нет желания отдавать острова. Привет, Олег. Действительно, разговор о заключении мирного договора и об островах идет уже на самом деле даже не месяц и не год, а последние несколько лет. Он очень сильно интенсифицировался. Переговоры идут на высшем уровне. Президент Путин и премьер-министр Абы уже даже перешли на «ты» и подчеркивали, что у них такие теплые отношения становятся. Тем не менее, очевидно, что последние месяцы и последние дни эта тема, она очень сильно нагревается в общественном мнении, и в медиа, в том числе, и в политических кругах. Я думаю, что в первую очередь это свидетельствует о том, что встреча, которая состоится на следующей неделе, уже приближается, и стороны, в которых есть как сторонники сближения, так и противники, пытаются все больше представить своих аргументов. И речь идет о том, что сегодня Сергей Лавров, судя по всему, выступил в качестве такого опытного дипломата, который на самом деле готовит почву для переговоров, в том числе и в публичной плоскости. Президенты встречаются 22-го числа, и, как известно, для начала нужно заявить максимум своих требований, проявить себя таким жестким переговорщиком, что сегодня и представил Лавров, он по максимуму выступил. И действительно, его речь звучала очень жестко. А дальше уже на переговорах президент Путин и премьер-министр Абе, возможно, отталкиваясь от максимальных требований каждой сторон, попытаются найти какие-то компромиссы, выйти на какие-то компромиссы. Я думаю, что, скорее всего, можно так читать сегодняшнее выступление Лаврова. Еще одна тема, которая обсуждается в последние дни, в последние недели, она связана с возможной интеграцией Беларусь, включением в состав России, как один из сценариев продолжения нахождения власти Владимира Путина. И сегодня Сергею Лаврову пришлось комментировать эту тему. Давай послушаем, пожалуйста, вот это выступление Сергея Лаврова, потом ты прокомментируешь его, если не против. С течением времени, конечно, стало понятно, что ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, пока, наверное, создать не представляется возможным. Но и мы на этом совсем не настаиваем. Петь, ну вот Москва говорит, что не настаивает на этом. Сам Александр Лукашенко, президент Беларуси, говорит, что не удастся сейчас включить Беларусь в состав России. Дескать, Россия сама виновата в том, что интеграционные процессы 20 лет назад не провела, то есть не откликнулись на предложение Беларуси. Вот тоже приходится оправдываться Сергею Лаврову, получается, да, и по этому вопросу. Ну, как оправдываться? Сергей Лавров, опять же, как человек, который выполняет политическую волю, да, и внешнюю политику, которую определяет президент Владимир Путин, выступает с теми подходами, которые определены в Кремле. Я думаю, в данном случае, конечно, это продолжение того самого заочного диалога, а потом очного и вновь переходящего в заочное, потому что накануне Нового года, как мы помним, состояла встреча президентов, накануне которой действительно тоже очень много было сказано. Громких заявлений и со стороны президента Лукашенко, и со стороны российских политиков. В этом смысле выступали и глава МИДа, и премьер-министр России Медведев тоже на эту тему высказывался. Но если как бы мы вернемся в контекст, то действительно последние месяцы, да и последние годы отношения между Москвой и Минском серьезно искрят, скажем так. И в том числе причина, с одной стороны, недовольства Москвы внешней политикой Белоруссии, потому что Лукашенко никакие внешнеполитические шаги Москвы, которые вызывают огромную критику, в том числе и введение санкций после них на Западе, не поддерживает. При этом, как известно, у России с Белоруссией подписаны соглашения о союзном государстве, и Белоруссия в данном случае пользуется определенными привилегиями, насколько мы знаем, в том числе и беспошлиным получением нефтепродуктов. Поэтому, конечно, Москва недовольна. И я напомню, что накануне, между прочим, вот это сегодняшнее выступление Лаврова, Лукашенко, президент Лукашенко тоже, опять же, высказался достаточно жестко. Он сказал о том, что Белоруссию в ближайшие два года ждет проверка на прочность и ждет проверка ее суверенитета как справа, так и слева, сказал Лукашенко, имея в виду как Запад, так и Восток. Я знаю, что ты хотел задать тоже свой вопрос, но у тебя не получилось. О чем хотел спросить? Я хотел, да, спасибо. Я хотел два вопроса задать. Нам не дали слова. К сожалению, первый вопрос касался вот этой важной темы переговоров между Москвой и Токио по поводу Курильских островов. Мы хотели поинтересоваться у министра странных дел, каким образом планируется в рамках вот этих переговоров понять, какова позиция жителей Курильских островов, Южных Курил, потому что всегда и президент Путин, и министр Лавров говорят о том, что они обязательно учтут мнение населения этих островов. Так каким же образом это мнение будет в принципе получено? Будет ли проводиться референдум? Хотел и задать я вопрос. А второй вопрос по поводу шагов Москвы и перспектив в плане иска России в США в американский суд по дипломатической собственности, которая была арестована и о дальнейшей судьбе ее пока, дальнейшая судьба пока остается неизвестным. Вот такие вопросы. Продолжение следует...